привет вы смотрите второй сезон мобильного сериала шифропанки который полностью посвящен криптовалюте в первой серии мы разобрались с теорией как устроен блокчейн сейчас же на примере посмотрим как покупать и продавать криптовалюту начнем с простого чтобы начать пользоваться криптовалютой нужно завести для нее специальный кошелек кошельки разделяются на два типа горячие и холодные горячие предназначены для активного использования и трейдинга онлайн холодные это аппаратные системы без прямого доступа к сети проще говоря специальные флешки или даже просто бумажные носители с распечатанными ключами доступа которые необходимо вводить вручную давайте подробно остановимся на горячих сейчас в интернете можно найти множество подобных сервисов рассмотре принцип их работы на примере trust волос у этого кошелька нет браузерной версии он существует только в виде приложения на ваш айос или android смартфон кстати какой кошелек вы бы не выбрали для себя есть один элемент который их все объединяет это сид фраза которая генерируется при установке это сид фраза по сути и есть ваш кошелек и все эти приложения лишь удобный доступ к нему даже если вы потеряете доступ к одному приложению благодаря этим 12 а иногда 24 словам вы можете восстановить доступ в другом приложении хранению сид фразу нужно уделить особое внимание лучше всего записать ее на бумажке и спрятать в надежном месте или как минимум записать ее за пароли на и заметки от скриншотов и фотографий лучше всего сдержаться с этого момента безопасность вашего кошелька зависит от сохранности сид фразы и общих настроек безопасности вашего гаджета поэтому всегда используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию после регистрации и настройки в trust wallet остается только выбрать интересующие вас криптовалюты и можно начинать проводить с ними операции отлично кошелек у нас есть теперь давайте разберемся с тем где можно покупать и продавать криптовалюту один из самых популярных способов это криптовалютные биржи однако после 24 февраля европейский союз ввел несколько пакетов санкций которые частично или полностью ограничили работу множество сервисов для российских граждан и да при регистрации на любой криптовалютной бирже необходимо подтвердить свою личность указав данные своего паспорта или прикрепив его фото не пугайтесь это стандартная процедура на момент записи этого видео одна из самых популярных бирж финанс все еще работает с аккаунтами из россии но ограничила максимальный размер активов десятью тысячами евро однако есть биржи которые продолжают работать в обычном режиме потому что не попадают под законодательство и с это например китайская биржа coinex сингапурская by bit или gate и и зарегистрирована в сша важно отметить что при регистрации на бирже у вас появится внутренний кошелек через который и проходят все операции получается что данные о нем будут храниться на стороне сервиса если его взломают что уже случалось в истории вы можете потерять все свои активы и неизвестно как именно биржа поступит дальше именно для этого мы с вами и завели отдельный некостодиальный кошелек чуть раньше поэтому после проведения необходимых вам операций на бирже мы советуем вам выводить крипту на него торговать на подобных площадках можно как самой бирже так и непосредственно питу пи что расшифровывается как пирту пир то есть пользователь с пользователем где биржа выступает только в роли посредника и гаранта сделки из-за отключения российских карт от свифт системы покупать криптовалюту напрямую у биржи или пополнять внутренний фиатный баланс с их помощью стало невозможно однако способ питу пи продолжает работать вы можете купить интересующую вас криптовалюту нужно лишь выбрать ваш банк в способах оплаты и определиться с подходящим вам предложением от другого пользователя еще один способ продать или купить крипту это онлайн обменники по сути они тоже работают по принципу и тупи и тут нам поможет best change это агрегатор который проверяет и мониторит курсы таких обменников допустим вы хотите обменять свой bitcoin на рубли выбирайте соответствующий пункт и свой банк в меню а затем изучайте предложенные вам обменники найдя подходящий курс переходите на сайт обменника и там просто следуйте инструкции вводя номер своей карты и кошелька для конкретной криптовалюты обратите внимание что некоторые обменники также могут запросить подтверждение вашей личности чаще всего вас попросят сфотографировать экран вашего девайса с открытой в браузере страницы обменника и фронтальной частью вашей карты где видно ее номер не забывайте про отражение в экране и на всякий случай прикрывайте свой cvv код важно учитывать что простое использование криптовалюты не обеспечивает вам полную анонимность поскольку каждая транзакция связана с эти адресом отправляющего или принимающего перевод устройства а этот айпи адрес также известен вашему провайдеру сопоставив время перевода и нахождение айпи адреса в сети вас можно идентифицировать кроме того при посещении различных сайтов и сервисов вы оставляете цифровой след что дополнительно может помочь вас обнаружить чтобы обеспечить свою анонимность при работе с криптовалютой рекомендуем использовать vpn или специальную сеть прокси серверов то а для полной защищенности скрывать свой след с помощью переводов через цепочку крипто кошельков и использовать обменники и биржи более подробно о том как защитить себя от слежки в сети и обеспечить свою безопасность мы говорили в первом сезоне нашего сериала все ссылки как всегда в описании конечно если у вас есть карты иностранного банка и вы находитесь за границей российской федерации совершать все операции с криптовалютой можно намного проще в некоторых городах даже существуют крипто банкоматы следующей серии мы поговорим о том как настроить прием донатов для вас и вашей организации в криптовалюте и какие именно криптовалюты лучше для этого использовать а пока поделитесь этим видео своих соцсетях и берегите себя и свои данные